друзья здравствуйте тут мне пришла поставочка небольшая с бразилии котлеи и пока я посадила несколько штук думаю почему вы не заснять это все на видео то совсем скучно и тут садить очень долго много пока что я сделала пока это все распаковала и опрыскала обработала все киллбаком по листьям по корням и немножко она подсохла пару часов и я пришла садить растения и сейчас покажу как я акклиматизирую как она происходит через три месяца как растение выглядит через месяц ну чтобы вам было понятно интересно может быть полезно друзья но в продолжении видео мы будем садить что я здесь подготовила я здесь подготовила архиату 912 которую это новозеландский его размочила он стал пушистым дальше я подготовила проволочки которыми буду подвязывать растение растение обязательно фиксировать бамбуковые палочки начнем на самого простого растения вот растение я вижу здесь два новых роста есть механические повреждения не страшно немного даже живых корней много не живых хотя бывает так что смотришь вроде бы не живы но есть прям совсем страшненькие я их уберу я беру ножницы и убираю часть старых корней это сделано столе основной мочалку я не трогаю только где совсем сухие потому что бывает даже коричневые но трогаешь они плотные корни значит они рабочие вот что получается конечно и мусорка рядом я беру горшок для этих котлей не специально купила такие горшки удобно видно да растут новые корни определяю и так как она растет лестницей небольшой мне все равно придется углубить старые дубы туберы вернуть раньше я брала немножко крупную фракцию но я увидела что мне приходится очень часто поливать поэтому я решила выбрать 9-12 фракция садим больше к этой части горшках заднюю туберы и чтобы вперед было вперед было им туда расти я не знаю как я бы это делала с маникюром этого не получается только обычные ногти обычные руки дальше вот я вижу что она зафиксировалась хорошо оставляя немножечко место место чтобы положить мух чтобы мух не закрыл нижнюю часть туберов чтобы не было вдруг какого-то перелива и растение не подгнивало достаточно вот такой слой мха для чего нужен я сейчас все так котлеи сажу ну и не только котлеи даже бывает другого вида орхидеи кора сверху мох этот мох он обеспечивает влажность влажностью корней здесь потом образуется испарина и вот сюда идут такие очень толстые классные корни вот растение посадил и основные туберы в основном две палочки делаю здесь придется садим и даже вот скорой ей 12 лучше фиксируются палочки для подвязывания не очень хорошо мешает листу фиксирую чуть ниже вот зафиксирую я этот тубер три минуты и растения посажены как она выглядит вот так вот они два новых роста от них пойдут хорошие корни и по поводу полива я опрыскиванием поливаю то есть беру он так как у меня шланг я включаю туман и поливаю просто получается что верхняя часть хорошо намокает а внизу остается не сильно мокро и корни тогда хорошо туда идут я попозже в концу видео покажу как ведет себя растение через месяц после такой посадки конечно да предварительно на обработаны дальше я хочу обратить внимание это было простое растение бывает растение сложные в посадке ну вот например можно видеть кустик кустик хороший классно но если я его сейчас посажу в большой горшок например в такой да вроде да все по размеру классно но не переживется нужно максимально выбирать его по размеру меньшего тогда на хорошо растения куда заглубляет корни на легко акклиматизируется видно что корни у растения практически нет она растет вот очень широко поэтому что я делаю я вижу здесь заднюю часть заднюю часть и винильные туберы которые мне мешают посадить растения вот нормальный горшок которым хорошо она акклиматизируется я беру и убираю чат старые вот эти винильные туберы здесь я даже вижу что они легко отходят они в принципе не нужны я их посажу отдельно маленькое растение жалко оторвалось 2 она не рабочая я ее выкину что у нас тогда остается остается растение мы делили просто маленькую часть заднюю который я могу посадить в горшок в шок который хорошо у меня акклиматизируется я все проделываю то же самое убираю старые помни есть часть рабочих часть не рабочих определяем горшок но горшок здесь буквально на один год ей потому что она нарастет корни и ее при хорошей корни уже я могу пересадить большой горшок и будет она дальше хорошо расти но лучше изначально садить маленькую здесь вообще получается в верхней части обрушаем холм придется закладывать совсем немножко замечательно получается наверное видео получится очень долгое с посадками давно не снимала думала будет интересно мне лично даже я люблю смотреть видео цветение да все классно но иногда хочется посмотреть вот эту всю рабочую сторону какое растение получено как она потом садится в общем что с с ним делать основном что-то и тайвань мог приходит и по мху я тоже очень интересную вещь обнаружила просто попробовала а вдруг можно и так потому что в каком-то видео я видела что те же тайваньцы показывают что можно котлею сомху посадить дальше в кору не разрывая мог думаю попробуем может в принципе можно найти подход вот нашла наверное я тоже в этом видео покажу отдельно снимать не надо ну так вот посадили мы ее закладываем дальше пустоты мхом не пустоты а верхнюю часть вообще какая-то накривулька у них так они сильно не смотрят как они растут от растет и хорошо там мы с бегаем смотрим втираем листочек как она растет там засеяли поле покажу одну интересную вещь потому что я подготовил эту котлею чтобы показать прошу меня наверно месяца два тоже бокам обрабатывала смотрела что будет знаете посадили нашу криву личку получилось очень даже симпатично поставим общее малышку я посажу также горшок большеват конечно большеват но меньше у меня сейчас нету поэтому я наверно буду поливать аккуратно архиады уходит просто ужас какой только ваш мешками малышку я поставлю в теплице пусть она растет даст ростик не даст даже если она погибнет ничего страшного в там нету хотя смотрю она будет жить потому что корни активные тоже также закладываем хом верхнюю часть чтобы сахар сохранялась влага и тоже подвяжу для чего подвязываться котлеи для того чтобы корни можем на окно полезть или там просто тронуть горшок и растение начинает шататься в горшке тогда корни начинают травмироваться эти микротравмы после которых они засыхают вот и они закупливаются они растут дальше посадили сейчас я поднесу эту котлету она здесь как раз рядышком это мне гибрид гибрид от юченко чтобы было котлея вам хер корни были хорошие и кстати вам хея никогда не не сажаю сразу я даю ей время там месяц акклиматизироваться то есть пустить новые корешки то есть как-то начать двигать корневую потом прошло время наверное мне прошло больше наверно месяца два я смотрю что горшок очень маленький для такого большого растения в котором она была я думаю ну да я посажу в архиату просто сверху даже не сверху я сейчас возьму горшок и вот вы посмотрите что здесь получается корни сильно а я взяла все таки архиату самхом перемешала вот он что получается не страшно я потом все засыпаю вот он самхом можно видеть что корни живые и архиату использовала самхом чтобы она достаточно пушистая была это по-моему 12-18 и поливаю на пролив не в сам ком я лью а просто проливаю сверху пролила сколько взяло в воды столько взяло и получается что ком у меня не не берет полную воду а берет и архиата и все и она так распределяется хорошо я и потом дальше вернемся тут даже я уголь красава часть дальше дальше тут еще есть растения почему я отобрала разные растения растений там много для посадки мне еще часа три садить вот я вижу здесь вот это вот вся мочалка мочалка и оставлять ее нельзя она даст гниль не врезом и поэтому я смотрю корни которые большую часть вот я даже вижу держись живые корни большую часть корней который идет от передних туберов я оставлю но я уберу вот эту вот мочалку от задних корней она не нужна потому что я раньше оставляла думала вот у корешочки может там что-то живое нет и достаточно будет и вот этого что остается и вот я сколько раз когда оставляла у меня шла вот вот это вот мокрота которая берет потом эти корни неживые идет вот это вот гниль резвоме ее остановить ну режь не режь хотя вроде научилась останавливать но тоже не всегда кстати вот это растение отцвевшая и здесь чехол и скорее всего может со следующего времени оно и будет свистеть осталась последняя уже посадка вот это же получается задние винильные мешаются но здесь у меня хватает засунуть горшок но чаще я даже их убираю не нужны они не нужно растить огромный куст когда-то я одну делала деленки не так давно и большой куст разделила и получилось там три тубера и две деленки по 2 задние туберы я выкинула и был вопрос почему 2 2 тубера я время я вообще даже себе оставляю два тубера если туберы большие взрослые даже вот эти я не считаю что они прям вау ну это принесенное растение после пересыла поэтому его конечно так делить нельзя но если я делю свои деленки которые много лет уже росли это уже жирно это вот такие вот растения большие я могу отделить себе два тубера спокойно оставить и даже не переживать что она там плохо приживется и могу даже продавать два тубера но это можно только делать когда растение очень крупная очень упитанная и это два тубера не задних два тубера передних вот эти называются передние туберы но здесь еще рост вот бывает растение несколько сторон растет тоже у меня вот гореть горшки там 20 8 сантиметров диаметром больше я не сажаю ну во первых мне не нужны такие огромные кусты и место у меня не так много зачем одно растение растить огромной куртиной пока я тут на болталов уже растение посадила сейчас заложим хоб и уже скоро я покажу как растение себя ведут тоже я где-то месяца полтора назад получала бразилию тоже пока посадил это все все это долго плюс у меня еще очень тепло солнце нагревает теплицу отопление плюс включено сколько сейчас здесь сейчас я гляну тридцать три градуса 6 теплицы 66 влажность нереально очень жарко но чувствуется как будто я в таиланде в тропиках так как в таиланд не поедешь а хотелось бы поэтому ходим в теплицу вот что получилось все по поводу полива я поливать три дня его не буду мне нужно так как я растила работала порни обработала влажным этим келпаком и влажный мух положила через дней три я только пролью на пролив чисто чтобы смочить мух заливать нельзя замачивать нельзя я наверное еще все таки подвяжу рост потому что не дай бог он сломается взяла проволоки я его подвяжу так чтобы не сильно но чтобы он не падал ну так вот сейчас я пойду тоже все рядом несколько растений возьму возьму пустили помню в таком виде посадки где-то они всегда так быстро климатизируются где-то быстрее где-то мои растения где-то 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 что получается вот здесь о чем я и говорила испарина и вот это растение было очень слабое здесь от всего куста осталось всего три тубера и можно видеть что вот они пошли активные корни и корни стрем будут стремиться вниз это еще плохо бывает лучше здесь здесь я вижу что здесь только рост пошел много корней корни я вижу только старые новые еще не пошли не успели но вот об этой испарине я и говорю сверху сухо внутри сохраняется влага но не болото и здесь у меня уже не было прозрачных горшков вот тоже самое от нового роста вот они пошли корешочки корешочки вниз а это почему-то в бок я уже не знаю наверное будут заправлять его если я приподниму мог вот о чем нет а я даже не видела попробую если будет видно вот здесь вот внутри идут новые корни именно туда вовнутрь и а здесь это я недавно поливала поэтому мог сверху влажный если я приподниму здесь здесь архиата но она влажная не мокрая при соблюдении правильности полива очень легко нарастают корни даже есть у меня такие страшненькие растения я думала честно не выживет пока заговорили о посадке есть еще такая страшно красиво это котлея паршевичи типовая что было можно видеть листья страшные я и посадила в горшок по той же самой схеме мог я немножко сейчас сверху брала потому что у меня пошло много новых ростов я думала что она погибнет мы смотрю и начали наливаться тубер значит наверно корни есть так как у меня нету прозрачных горшков уже уже все откапываю а там куча корней куча просто и после этого она начала выдавать рост и даже я думала что это просто ну просто труд будет неужели оказывается так что вывод при правильной посадке и правильном уходе растение всегда очень хорошо приживаются надеюсь была интересна эта информация была интересно посмотреть послушать кому наверно было интересно кому не интересно ну в общем вот такое вот видео по обзору и климатизации корней с открытой корневой системой что не все так страшно как все боятся открытая корневая но с открытой корневой мы например мало растений можем купить вамхи там все красивые растения все красивые котле они в основном с другого полушария это бразилия это колумбия поэтому нам приходится как-то как-то научиться ухаживать за ними чтобы они прожились наших условиях пока пока и